Вы знаете, дождь помогает нам расти. Он помогает нам развиваться духовно. Он помогает нам развивать характер. Он помогает нам быть настойчивыми в испытаниях и искушениях. Дождь помогает нам доверять Богу. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда Он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Господь Бог говорит о дожде в Библии часто. Господь Бог говорит о том, что дождь является Его благословением и благодатью для нас. Также Бог говорит о том, что дождь символизирует трудные времена в жизни. Мне нравятся слова Иисуса из пятой главы Евангелия от Матфея. Откройте Библию. Реагируйте громче тогда, когда мы откроем Слово. Иисус Христос сказал так. Господь дает свет солнца и праведным и грешным. Создатель дарит свет всем. Блага приходят в жизнь плохих людей. Блага приходят в жизнь хороших людей. Бог дает свет солнца и праведным и грешным. Он посылает дождь и праведным и нечестивым людям. Иными словами, трудные времена бывают в жизни не только грешников, но и в жизни тех, кто поступает правильно и хорошо. Бывают такие времена, когда мы принимаем блага Иисуса в благоприятные дни нашей жизни. Мы думаем, Бог со мной. Он благословляет мой бизнес и мою жизнь. Я успешен во всем. Бывают дни, когда у нас все плохо. Например, я молился и служил людям у сцены на прошлой неделе. Я молился за их исцеление. Мы провели собрание чудес в конце прошлой недели. Многие люди приняли исцеление своего тела и ума. У одного парня открылся слух. Он исцелился, и это удивительно. Аминь. Человек спросил меня, почему он исцелился, а я нет. Что вы отвечаете людям, которые не получили отклика на молитву? Я вспоминаю о том, как я молился о том, чтобы мой отец исцелился от болезни. Он ушел к Господу. Мы сталкиваемся с такими вопросами часто. Что нам делать? Церковь. Как нам жить и двигаться вперед? Когда происходит то, что мы не можем объяснить. Вы проходите через темный дождливый сезон. Бог не отвечает вам. Вы не получаете стипендию. Вы закончили колледж и не нашли работу, которую искали. Вы не можете наладить отношения. Вы на грани развода. Я не хочу разочаровывать вас, но я повторяю слова Иисуса. Дождь приходит к праведным и к злым. Иисус никогда не обещал нам легкой жизни. Он не обещал ненастной жизни. Где не будет бури и шторма. Он обещал нам, что он будет нашим прибежищем среди шторма. Он обещал нам, что он позаботится о нас. Сейчас суеверные люди подумают так. Мне не нравится, когда открывается зонт в помещении. Я открою его. Ура, суеверные люди, покидая здание. Иисус никогда не обещал нам жизни, где не будет дожде. Он обещал нам, что он будет прибежищем среди шторма. Но ученики Иисуса попадали в шторм на Галилейском море. Они были в лодке. Иисус был рядом с ними. Иисус рядом с вами тоже. Вы проходите через дождливый сезон в своей жизни. Вы переживаете стресс. Вам тяжело и сложно. Пожалуйста, не убегайте от шторма. Бегите под Божий навес. Когда ливень хлещет во всю мощь, Иисус рядом с вами. Дождь покажет вам ваш источник радости и основания. Дождь покажет вам то, как вы о себе думаете, И в чем вы находите покой. Вы считаете, что мы не уповаем на людей. Мы узнаем правду об этом, когда отношения с людьми кончаются. Мы узнаем правду, когда они уйдут. Вы потеряли близкого человека. Вы испытываете боль. Дождь льется на вас. У вас есть выбор. Обидится или измениться. Так вы понимаете, что является вашим счастьем и опорой. Люди просят меня молиться о том, чтобы их жизнь стала легче. Они просят меня молиться о том, чтобы на их работе не было токсичных людей. Подумайте, а может быть, вы и сами токсичны? Я хочу, чтобы Бог сдвинул горы ради меня. Вы и есть та гора, которую Бог хочет сдвинуть. Эта гора стоит в вашем сердце. Я обращаюсь к отцам и к неженатым парням. Я обращаюсь к незамужним женщинам и девушкам. Пожалуйста, не отвергайте свои слова. Одинокие люди, Бог хочет изменить ваше сердце. Мужчины, Бог хочет изменить вас. Пусть Бог решит мои проблемы. Пусть дождь и шторм остановятся. Я хочу, чтобы стало легче. Но ты не вырастешь так, только дождь дает рост. Дождь — это рост. Рост — это боль. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Без дождя не будет зерна. Без дождя нет урожая. Мы поддерживаем многих миссионеров, в том числе и в Индии. Они молятся о дожде. Вы знаете, индийские животные нуждаются в дожде, потому что сильная засуха приходит в ту нацию. Засуха губит растения. Засуха — это причина смерти людей и животных. Индия получает питьевую воду благодаря дождю. Индия получает питьевую воду не из источников. Дождь создает течение в реках. Так нация получает воду. Они молятся о дожде. Индия пьет дождевую воду, и она смывает те самые отходы. В Индии нет системы канализации. Когда приходит дождь, он смывает те самые отходы. Бог посылает дождь, чтобы смыть отходы из нашей жизни. Он очищает нас. Я не знал этого. Бог совершает свою работу в нашей судьбе. Бог не организует плохие вещи для нас. Но он знает, как использовать это зло ради своей славы и ради вашего роста. То, что говорит Иаков в первой главе своего послания. Я прочту из традиционного перевода. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Мне нравится этот стих в новом живом переводе. Когда вы сталкиваетесь со всевозможными испытаниями, считайте это радостью. Господь использует все твои испытания для того, чтобы приславить себя. И ради твоего развития Бог может расти. И он делает так, чтобы ты рос вместе с ним. Я рад тому, что апостол Иаков говорит о всех видах испытаний. Он пишет, когда вы сталкиваетесь со всевозможными испытаниями. Мои скорби отличаются от твоих. Итак, если вы примете свои трудности и испытания со смирением, тогда у вас появится выдержка и возможность для роста и духовного развития. Церкви не достает этого. Многие христиане бросают дело, когда видят сложности. Христиане хотят получать только хорошие новости. Они хотят жить легко и просто. Я рос духовно быстрее тогда, когда наша церковь переживала непростые времена и когда моя семья испытывала боль. Я окончил колледж, и я не мог найти работу. Я не знал, получится ли у меня вступить в брак. В моей жизни были непростые времена. Когда Господь Бог учил меня доверять Ему посреди дождя. Господь Бог учил меня доверять Ему среди штормов. Мне нравятся слова Иисуса из Евангелия. «Итак, всякого, кто слушает мои слова и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Что же произошло, когда пришла буря и начался проливной дождь? Иисус не говорил, если пойдет дождь. Иисус сказал, когда пойдет дождь. Дождь обязательно начнется в жизни плохих и в жизни хороших людей. Дождь идет, потому что вы идете за Христом. И пошел дождь. «И разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и не упал он, потому что основан был на камне». Он был основан на камне. Господь изменяет вас, когда вы идете под дождем. Прочтите слова Иисуса из пятой главы. «Дождь падает на праведных и на грешных. Блажен тот, кто построил дом на камне. Дом, который построен на песке, упадет. Он отказался строить на камне. Когда пришел дождь, этот дом развалился. Когда вы идете под дождем, то вы понимаете, из чего состоите. Вы видите то, на что вы опираетесь. Жизнь непроста. Вы работаете на токсичного шефа. Вы хотите уволиться. Вы хотите развестись и убежать от проблем». Господь говорит, «Не делай этого. Я изменю тебя. Я взращиваю твою выдержку и стойкость в твоем сердце». О чем говорит Иаков в первой главе? Святой апостол Иаков говорит христианам, «Знаете, мои братья, что испытание вашей веры производит терпение в вас». Терпение. Иаков говорит, терпение не должно иметь совершенное действие. Что делает дождь? Он помогает расти. Он помогает нам развиваться в духе и развивает наш характер. Господь развивает стойкость в нас. Испытания и невзгоды учат нас. Вы знаете, Господь дает нам большие нагрузки. Смиритесь с нагрузкой. Нагрузка — это хорошо. Сопротивление — это хорошо. Проблемы. Лучник выпускает стрелу, потому что он создает нагрузку и оттягивает тетивину силой. Бог запустит вас как стрелу. Он приведет вас туда, где вы не были. Когда мой отец умер, у меня началась депрессия и уныние. Я спрашивал у Бога, почему это случилось с нами. Креститель спрашивал Иисуса, «Ты ли Мессия или нам ждать другого?» Бог не ответил на мою молитву. Я могу стать пастором, который проповедует только о хороших временах, но тогда я скрою истину от вас. Евангелие говорит, «Бог с тобой в шторме». Он заботится о вас. Он любит вас. Он любит и заботится о вас даже тогда, когда вам трудно и непросто. Я помню те времена. Тысячи людей покинули нашу церковь. Я ходил по церкви. Я устал. Мне было больно. Бог совершал свои перемены во мне, хотя я не видел и не понимал этого. Я понимаю это сейчас, когда оглядываюсь. Я вижу, что Иисус Христос нес меня за пазухой. Я помню, как нес Лиама в дождь. Бог нес меня в тот период. Бог развивал во мне качества, которые понадобились мне позднее. Бог изменяет ваше сердце. Не прерывайте этот процесс. Не убегайте от Бога. Пейте дождь. В послании евреям сказано «Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь, полезна тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога». Скажите, пей дождь. Автором еврея говорит, пей дождь. Он говорит не о почве, а о людях. Он говорит о вас. Братья, примите решение пить Божий дождь. Сестры, примите все блага от испытаний, которые пришли к вам. Тучи сгущаются над тобой. В это время Бог изменяет твой характер. Давайте прочитаем следующий отрывок из посланий евреям. А земля, которая производит тернии и колючки, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Есть две реакции на Божий дождь. Обидеться на Бога или измениться. Можно проиграть, унывать и злиться на Бога. Можно укрепить свою силу и стать намного сильнее. Ты можешь выйти из шторма и стать более терпеливым, и научиться прощать. Иисус Христос говорит нам, «Дети мои, учитесь пить дождь». Я вспоминаю своего приятеля из колледжа. Он был в порядке. Но один телефонный звонок изменил его. Это похоже на перемену климата в Оклахоме. Сегодня утром термометр показывает 26 градусов, а вечером показывает минус один. Странно. Друг ответил на телефонный звонок. Мама сообщила ему о том, что его отец изменял ей со многими женщинами. Он просит развод. И отец и мама строили свой бизнес. Однако теперь все закончилось. Весь мир разрушился после того, как он узнал, что совершил отец. В тот самый момент его братья смотрели на него. Он пытался понять, что сейчас делать. Его мать плакала. Я помню, я сидел рядом с ним в те недели после развода. Он пытался понять, как ему теперь любить отца после всего. Он хотел остаться с семьей. Вы понимаете, идиллия может закончиться. Сейчас солнце светит, но однажды начнется дождь. Ответьте, на что вы опираетесь в своей жизни? Если вы уповаете на отвеченные молитвы и солнечные дни, то Бог сдвинет эту опору. Если ты полагаешься на Иисуса и веришь в то, что Он с тобой всегда, то все будет в порядке. Если ты пойдешь через огонь или через бурю, то сам Иисус пойдет вместе с тобой. Я не знаю, что придет в мою жизнь, но я знаю, что мой Господь поддержит меня в шторм. Он поддержит меня. Я не уповаю на отвеченные молитвы и на солнечные безоблачные дни. Я верю в Иисуса и в мою твердую скалу. Моя старенькая бабушка рассказывала мне о том, как она воспитывала Билли, Джоэля, Чарльза и Джека. Эти трое сыновей выросли и закончили школу и женились. Потом у Джека родился первенец Брайан. Я расскажу моей бабушке и о ее супруге Джеке. Бабушка и Джек проживали вместе в Монголии. Остальные выросли и разъехались кто куда. И занялись разными делами. Ее супруг выехал охотиться. Произошел несчастный случай. Его убили тогда, когда он охотился в лесу. Трагедия сделала ее безутешной. Почему это случилось с ней? Почему это случилось здесь? Почему это случилось сейчас? Она должна была принять решение. Все сыновья приехали домой на похороны. Моему отцу было 24 года, а дедушке 57. Мой папа приехал домой. Он увидел бабушку, которая сидела в кресле качалки. Бабушка была безутешна. Она была очень сильно опечалена. Отец сказал, мама, я не могу объяснить, почему это произошло. Я не пытаюсь отмахнуться и сказать, давайте жить дальше. Все будет в полном порядке. Ты можешь ожесточиться. Или ты можешь измениться. Ты можешь измениться и ожесточиться. Можно просидеть в кресле до конца жизни и злиться на Бога. И все время грустить. Обрати свою боль во благо. Моя бабушка поступила так, как отец советовал ей. Она решила служить другим людям. Она служила, хотя она пережила такую потерю. 34 года назад она начала трудиться в служении. Она повлияла на многих. Она изменилась. Бабушка стала душопопечителем. Она служила, делясь тяжелым опытом. Бог дал вам испытания с одной целью. Есть причина на это. Бог использует испытания как свидетельство. Библия говорит, что Всевышний делает шаги праведника твердым. Бог направляет ваши шаги. Прочтем историю Павла из 2-го послания Коринфянам, глава 12-я, стих 8-й. «Трижды молил я Господа о том, чтобы Он удалил эти испытания от меня». Трижды я молил, что Бог ответил ему, «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей». Господь сказал мне, «Ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами и слабостями. Я буду хвалиться немощью, чтобы во мне была сила Христа». Господь дает нам силу. Несколько месяцев назад я увидел, что Эшли ведет себя по-другому. Она стала чувствительней. Она стала эмоциональней. Что-то изменилось. Я не мог понять, что именно. Она винила меня во всем. Это было забавно. Я думал, что случилось. Может быть, она беременна. Все стало ясно. Она была беременна, поэтому она была столь чувствительна. Эмоциональна. В жизни бывают моменты, когда твои эмоции весьма непостоянны и нестабильны. Это означает, что Господь выращивает что-то новое в тебе. Эшли забеременела, но она не знала об этом. Мечта зарождается в вас, и поэтому вы проходите через трудности. Поэтому вы стали много плакать, и вы чувствуете сильное сопротивление. Однажды я учил сына стрелять из рогатки. Он спросил, а что делать с резинкой? Я ответил, сынок, чем сильнее натянешь резинку на себя, тем дальше полетит камешек. Вы знаете, Господь дает нам больше нагрузки. Смиритесь с нагрузкой. Духовная нагрузка и сопротивление весьма благотворны. Лучник выпускает стрелу, потому что он создает нагрузку и оттягивает тетиву. Бог запустит вас, как стрелу. Он приведет вас туда, где вы не были. Смиритесь с дождем испытаний. Иисус встал перед выбором, принять дождь или нет. Откройте Евангелие от Матфея. Он был в Гефсиманском саду. Гефсимания — это довильный пресс. Это место сокрушения. Вы считаете, что Бог не может страдать? Вы думаете, что только совершенные люди посещают церковь. Вы думаете, что у них нет испытаний. Вы не правы. Иисус знает, что такое испытание. Вы одиноки? Вас разочаровали дети? Вы приуныли, потому что вас не повысили в должности, и у вас токсичные сослуживцы? Доди Остин вошла в больничную палату в тот вечер, когда умер мой отец. Мать Джоэла Остина вошла в палату. Она спросила, как дела? Плохо. Она спросила, как дела у остальных? Все плохо. Доди Остин сказала, дорогие, я пришла поддерживать вас. Ребята, вы победители. Ваша церковь называется Победа? Да. Доди сказала, чтобы не происходило, я перебил. Он исцелится. Доди сказала, вы победители, несмотря ни на что. Мы хотим, чтобы все обстоятельства сложились так, как мы хотим этого. Когда все идет не так, мы спрашиваем Бога, почему ты допустил это? Вы победители, несмотря ни на что. Я помнил то, что Доди Остин проповедовала на служении нашей церкви месяц назад до смерти отца. Она сообщила мне, что у нее рак. Когда я узнал об этом, я спросил Бога, почему это случилось со мной? Я хороший человек. Мой муж, и я создали хорошую церковь. Я не грешила. Я ходила в церковь, и мои дети ходят в церковь. Я хороший человек. Почему это случилось со мной? Я перестала молиться Господу, говоря, почему это случилось со мной? Я молюсь так, что ты хочешь изменить во мне. Как ты используешь эту боль для твоей славы? Откройте римлянам, глава 8, стих 28. Вот что пишет нам святой апостол Павел. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует благу. Доди Остин прошла несколько курсов химиотерапии. Ей опять делали химию. Доди Остин исцелилась. После исцеления прошло 15 лет. Она говорит, Бог попросил меня перестать думать о себе. Он сказал, не думай о своих проблемах. Начни помогать людям. Самое ценное, что мы можем сделать, когда мы оказываемся под дождем испытаний, так это проявлять сострадание к тем, кто окружает нас, проявляя сострадание к своим ближним. Вы проходите через испытания. Это испытание напоминает вам дождь, который льет постоянно, не прекращаясь несколько лет. Вы уже забыли те дни, когда солнце озаряло вашу жизнь. У меня есть новости. Дожди, порывистые ветра, долина смертной, тени, не являются вашим будущим и целью в вашей жизни. Бог планирует пересадить вас в сад, где цветут чудесные растения. Павел говорит филиппийцам, глава 1 стих 6, «Я уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его до дня Христа». Сезон дождей был в жизни Павла, креститель был в тюрьме, Давид жил в пещерах, братья продали Иосифа, Моисей бежал из Египта и жил в пустыне. У меня есть слово для вас. Господь Бог дарит вам победу. Дождь испытаний кончится, Бог дал радугу на небе после потопа. Чтобы напомнить Ною, потоп — это не конец истории. Бог приведет вас к победе. Если Бог испытывает вас, то я хочу поддерживать вас. Усвойте те уроки, которые Бог дает вам. Впитывайте и пейте эту истину. Примите правду о том, что Он хочет сделать в вас. Растите в духе и приносите плоды. Взрослейте. Давайте помолимся вместе. Иисус, я хочу расти. Пусть этот дождь испытаний принесет благословение для моей жизни. Боже, спасибо за то, что ты со мной, за меня. Господи, ты обращаешь все ситуации во благо мне. Во имя Иисуса, аминь. Я верю в то, что Бог использует этот дождь, эту боль, эту проверку для того, чтобы благословить вас в будущем и как свидетельство о своей благодати. Мы любим вас и молимся о вас. Если мы можем помочь вам, то сообщите об этом нам. Зайдите на наш сайт, там вы найдете разные материалы. Мы любим вас и молимся о вас. Не забудьте, что ваши лучшие дни впереди. Редактор субтитров А.Семкин